Когда позади трудная сессия и сданы экзамены, самое время устроить праздник. Самарский университет отметил День студента. Ведь студенчество – это не только совместные занятия, но и общее творчество. Перефразирую песню. Студенческое братство неразменно на тысячи житейских мелочей. И всякое бывает, но дружба неизменно становится с годами горячей. Вот студенческая дружба, всего там 4-5 лет люди вместе, и потом вся жизнь. Особенно это важно для студентов нового набора, для первокурсников. Потому что они погрузились в студенческую жизнь, они добросовестно работали. И теперь они видят не только студенческие будни, но и студенческие праздники. Пока одни студенты выступали на сцене, другие открывали в себе новые способности. Например, можно было попробовать себя в роли оператора дрона. Площадку организовал Центр беспилотных систем при университете, который организует образовательные программы по обучению для детей и взрослых. Здесь мы представляем беспилотный летательный аппарат, на которых мы обучаем детей. То есть он абсолютно безопасный. И также предлагаем нашим студентам на нем поучиться полетать сегодня, здесь, на нашей площадке. Также мы представляем два тренажера, которые были произведены нами. И обучаем ребят базовым навыкам полета и пилотирования. В университетском манеже организовали порядка 30 площадок с различными мастер-классами от студ-объединений и творческих коллективов. Там различные поделки. Вот, например, можно вот так покажу. Это кольцо, которое мне сделали прямо на станции. Оно сделано из уэв смолы. Вот, оно абсолютно экологичное и можно выбрать любой дизайн. Вот, также есть каллиграфия. Люди пишут портреты. Мы собираем из пазлов логотип совета обучающихся. И каждый может нести свой вклад в него. Есть интерактивная раскраска. Мы закладывали концепцию того, что студенчество – это очень важный период жизни, который дает очень много возможностей. А как ты распорядишься этими возможностями, повлияет очень сильно на твое будущее. Мы тоже решили не упускать возможности и научиться чему-то новому. Например, выращиванию пшеницы. Процесс занимает всего несколько минут. Насыпаем грунт, кидаем семена, поливаем, накрываем пленкой и ждем, когда пшеница прорастет. Также на площадке можно было посадить мяту и горох. Они быстро выращиваются, они неприхотливы к уходу. Еще один навык, который удалось освоить на площадке – каллиграфия. Искусство красивого письма обучают студенты Самарского университета. Можно попробовать создать китайские иероглифы, а можно научиться писать по-арабски. В этом нам помог студент Мохаммед из Ливана, который приехал в Россию, чтобы учиться на переводчика. Я вообще говорю на шести языков изначально. Каких? Арабский, английский, французский, испанский, китайский и русский. Вообще Ливан – это франкоязычная страна, где французский является вторым официальным языком. И мы говорим арабский, по-французски и по-английски. И здесь я выучил русский и китайский. Арабские слова пишутся справа налево, рассказывает Мохаммед. Пальчики не двигаются, только рука. То есть вот так вот мы не делаем? Да, нельзя так вот. Мы делаем только так. Прямо сейчас я научилась писать по-арабски. Вот арабское слово, оно переводится как студент, потому что сегодня день студента. Всего в Самарском университете насчитывается 12 тысяч студентов очной формы обучения на бакалавриате. А учитывая заочников, аспирантов и других студентов – 17 тысяч человек. Это учащиеся из разных уголков страны и мира. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.